Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. Добро пожаловать на обзор варкапа. Хотел сказать 800, к счастью, пока нет. 384. НИБ, Стрейф Рокет 1. Почему Стрейф? Непонятно, возможно, потому что здесь у нас есть Стрейф, у нас есть Рокет, у нас есть 1. 1 равняется числу роутов на этой карте. Поехали, посмотрим. Итак. Сначала просто пробежим. Карта интересная. Сначала просто бежим. Не надо говорить, что там слик, там нету слика, мы ничего не знаем. Мы бежим-бежим, ничего не понятно, можно вот сюда наверх забраться. Я без девмапа, а давайте с девмапом. Девмапа. Очень классный, кстати, ловлшот там очень оригинальный. Так, и мы, кстати, замечаем, когда заходим на карту, у нас один фраг. Здесь, кстати, просто рампа выкутришная. Очень интересно. Да, можно наверх... Можно наверх сюда забраться. Мы забираемся. Мы видим волшебное НИЧЕГО. Очень интересно, очень интересно. Здесь, что у нас. Здесь тоже нету слика, мы ничего еще не знаем. Здесь ничего нету. Все пусто. Обманул маппер. Ловушка Джокера. Обманули нас. И возвращаемся на старт, да? Ладно, давайте пробежим дальше. Что у нас внизу на карте есть? Что у нас внизу-внизу? Внизу рампочки. Внизу рампочки и есть проходик. Вот такой вот проходик. Дают 200 ракет, а здесь у нас слик. Ничего себе, здесь как будто бы логично, что слик, да? А там как-то... Там нету слика. Дают 200 ракет, дают батлсьют. Здесь у нас рампа, точнее, две рампы, которые нам, наверное, надо использовать. Я не знаю. Давайте посмотрим. Сделаем вид, что я долетел. У меня было достаточно скорости. Долетаем сюда. Здесь у нас... Телепортов нет. Телепорты? Телепорты? Нет. А где триггеры? Триггеры? Я не вижу триггер. Ничего страшного, ладно. Здесь, оказывается, тоже слик. Ничего себе. И это все надо сликать. А финиш-то где? А где? А где наверх? А вот. Вот и cheats are enabled. Ну, бывает. Такая вот карта. Вот такая вот. То есть у нас здесь стрейф-часть. Без слика. Мы про слик не знаем. Набираем скорость. Падаем, наверное, на рампу. Падаем сюда. Стреляем ракетой. Сликаем. Пролетаем мимо рампы, потому что у нас было слишком много скорости. Просто слишком много. Овер-скорость была. Попадаем сюда. Здесь также сликаем. И вот таким образом можем финишить. 25 и 9. Неплохой результат, я считаю. Какое место я занял? Последнее. 33 я занял. Классно. Такая вот карта. В общем... Сразу кину небольшой огород мапперу. Димон, может быть, меня поддержит. Зачем делать старт вот такой текстурой, если у него дальше точно такая же текстура, но она слик. Это очень интересный вопрос. То есть изначально ты считаешь... Типа... То есть ты можешь догадаться, что здесь слик, потому что наверху там такая же текстура слик. А здесь вообще другая текстура слика. То есть как-то очень непоследовательно, по-моему... Все это получается. В общем-то, что по роутам, да? Вот опять дерет диван. Ничего страшного. Вот. Все в порядке. В общем-то, что по роутам? Мы... Значит, нам надо сделать очень красивый первый прыжок. Телегранный, чтобы попасть на слик. Здесь падаем на слик. Выбиваем примерно 1400. Я, наверное, не выбью. Потому что я только проснулся. Всем привет, я только проснулся. Потом падаем в дырышку. Скорее всего, не делаем две ракеты. Делаем одну ракету. Из выхода сразу стреляем ракет. Можно даже успеть два. И вот у нас 2300. И здесь самое интересное начинается, на мой взгляд. То есть, после того, как мы расстреляли все ракеты. А здесь у нас дилемма. Куда падать? Как какать? Где стрелять? Как стрелять? И так далее. Для себя я, когда ее играл, мы с дракониксом играли ее в онлайне. И оба прыгали полчаса, наверное, с рейфом. Ну, грубо говоря, полчаса. Потом пришел Анг и такой... О, а там Слик на старте, ребят. Типа, очень классно, Анг. Спасибо. Лучше бы об этом нам более явно сказал Нибит. Но ничего страшного. Возможно, Нибит просто что-нибудь забыл. Ладно, не будем. Не будем разговаривать смешное про Нибита. В общем, что мы здесь делаем? У нас несколько вариантов. Если мы, значит, если так получается по спейсингу у нас, что... Вот. Не ходи сюда, пожалуйста. Если так получается у нас по спейсингу, что мы стреляем ракету вниз, как бы, и толкаем себя вниз, и приземляемся примерно вот здесь, да, где-то. То есть мы, или даже вот здесь, то мы здесь под себяшку смысла нет кидать, потому что мы не заскинем вот эту стену. Следовательно, мы поворачиваем и кидаем под себяшку на рампу уже. А с этой под себяшки мы следующую ракету где-нибудь там стреляем, себя в финиш, и все хорошо. Но это не очень удачный вариант. Почему? Потому что мы, как бы, отдаляем, как бы, свой ракет. Мы дилеем этот ракет. А вот этот ракет, чем быстрее, по идее, ты его стрельнешь вот после вот этой зоны, чем быстрее его тут стрельнешь, тем, как бы, быстрее тайм, соответственно, да. Возможно, я по роутам, я, возможно, ошибаюсь, возможно, мы увидим что-то невероятное, но я очень сомневаюсь. В общем-то, нам нужно подобрать такую скорость, такие углы с последней ракеты, чтобы приземляться вот на вот эту перилку. И с этой перилки делать под себяшку. И с этой под себяшки мы летим чуть-чуть вверх, и потом следующей ракетой добиваем себя на финиш. Вот такие вот роуты. Как сделать тайм быстрее? Почему у кого-то быстро, у кого-то нет? Это очень простой вопрос, потому что здесь есть слик. На слике не всем... Не только лишь все могут выбивать. У меня кот залез за монитор, его надо срочно оттуда убрать. Я прошу прощения, он какой-то... Сегодня... Он какой-то очень странный. Он вчера у меня монитор чуть не опрокинул. Представляете, сегодня могло бы не быть обзора. Он вчера туда залез и своей жопой что-то там трется, что-то с правдами делает. И чуть не опрокинул. Теперь монитор не поставишь, как было. Обзор зрения где? Вот тут. Слик. Очень техничная тема. Нужно выбивать, вот, например, 1300. Я не помню конкретно спейсинг. Но тут прикол и в том, что нужно, в общем-то, падать сразу туда, в тырочку, сверху. То есть вот мы делаем здесь прыжок. Мы поворачиваем и сразу в дырочку падаем. При этом ракету... А где тригг? А, вот триггер. Ничего себе, здесь есть триггеры. При этом триггер как бы вот тут, а мы падаем вот где-то вот здесь. Примерно, да, может даже дальше. И при падении у нас много скорости, у нас много вертикальной скорости, горизонтальной скорости. Нам тепло и приятно в этом месте. Поэтому мы просто стреляем ракету с ГБ. То есть мы не прыгаем, здесь слик. Мы стреляем ракету, не обязательно даже уметь делать ГБ. Мы просто ее стреляем. Скользим по рампе, набираем. Может быть пару сотен упсов. Ну, может не пару сотен. От рампы, наверное, соточку, полтинничек мы набираем. И дальше просто сликаем. То есть здесь вообще рокет никуда не воткнуть. А вот как поступать вот с этим моментом, это тоже очень интересно. Вообще, на самом деле, тут каждый, я думаю, сам должен найти для себя более удобный путь. Потому что рампа поставлена далеко от потолка. Непонятно зачем, учитывая, что здесь много скорости. Возможно, для ВК-3. С другой стороны, ВК-3 могли бы вообще не использовать эту рампу. Верхнюю, я имею ввиду. И, скорее всего, нормальный роут ВК-3. Либо очень быстрый, чтобы ее использовать. Либо ее не использовать, потому что это медленно. В общем, какие тут варианты. Мы тут делаем даблджамп. Мы отстреливаемся в сторону. Возможно, у нас, если мы очень точные, то мы делаем даблджамп. А это рампа слик, кстати, держу в курсе. Да, я забыл сказать просто. Отстреливаемся в сторону. И вторая ракета у нас где-то от стены получается. И, в принципе, нормально. Можно жить. Но, также, если у нас много скорости, мы можем без прыжка, точнее, без даблджампа, мы можем попробовать долететь до этой рампы и успеть отстрелиться. Если у нас не очень много скорости, точнее. Но, если у нас очень много скорости, то мы просто делаем даблджамп, стреляем вверх. От этой рампы мы спокойно ждем, пока нас откинет. И потом от потолка с кнопочкой назад отстреливаемся прямо в телепорт. Ну, и с телепорта я, собственно, уже показывал. Примерно это вот так вот выглядит. Кайфово? Кайфово. Все. Вот такая вот карта. Что еще могу сказать? А, ну вот это вот тоже слик. Я, на самом деле, не уверен, что его надо использовать. Возможно, Анх его использовал. Посмотреть дамки будет очень интересно, что люди придумали, что люди нашли. Здесь уже нужно более филигранное исполнение. Просто вот здесь, например, если я падаю, вот я 1400 выбил, да? При том, что я упал, в принципе, на центр. Но так как это рампа, и очень мало здесь... А я вообще разговариваю. Все идет, все идет. Отлично. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Если я падаю... Так как это рампа, я очень быстро с нее как бы соскальзываю. И не успеваю набрать нормальной скорости. Поэтому вот эти 1400, их проще набрать как бы с первого слика. И дальше просто продолжать прыгать. Почему я перелетаю, я понять не могу. Я вроде, не знаю, может это что-то делаю не так. Допустим. Ну вот, типа того. Вот. И это, да, это очень классная вот эта тоже штучка. Она всегда помогает нам для прохождения. Нибит меня спрашивал, когда я делал эту карту. Говорит, слушай, нужно как-то помочь игрокам. Я говорю, поставь какую-то хуйню возле рампы. Обязательно все получится. И вот и все получилось, представляете. Ладно, может... Не, карта прикольная, карта динамичная. Я, возможно, зря тут на Нибита наговариваю. Но тут... Она, мне кажется, очень сырая, не очень потащенная. Поэтому не очень приятно в целом находиться на такой карте. Знаете, как будто... Ладно, я не буду говорить шутки про что-то. Вот мы ждем, мы отстреливаемся, 1100. Здесь две ракеты, сликаем, сликаем. Попадаем на булдыгу вот эту. И все. То есть мы попали, но мы не сделали под себяшку. Из-за этого наш тайм становится гораздо хуже. Возможно, ребята найдут, нашли, сделали очень классный, невероятный роуд. Как бы знать, как бы знать. Так, ну демок очень много. То есть в Экутри у нас вот столько демок от ЦПМ. Посмотрите, у нас вот столько демок от ЦПМ. Очень интересно. Так, Кузгу... Опа! Так, Кузгух. Суктувкар 369. Почти температура здорового человека. Поздравляю, Кузгуха. Так, вообще, Кузгуху рекомендуется начинать каждую карту с хорошего Circle Jump, потому что Circle Jump это основа и вообще вот это все. Еще я очень хочу пить. Ракету желательно... Ой, это неплохая. Это неплохая. Отстрелился от этой, от верхней штучки. Это, конечно... Я не уверен, что так именно планировалось, потому что это выглядит очень рандомно. Ну да, ну Кузгуху я могу разве что порекомендовать две вещи. Если он хочет хорошо играть ракеты, надо просто забить на варкапы, например, забить на все варкапы и играть просто Рокетраны, там, недельку-другую, просто вот подряд берешь, там, пишешь в поиске Рокет и все, что... Обязательно Рокет, все играешь. И начинать свою... Любую свою карту с хорошего Circle Jump. То есть вот это вот... Всем покажем, чтобы Кузгуху было немножечко стыдно. 471 это не Circle. Это... И по движениям это тоже не Circle. Тем не менее, карта хорошая, точнее, пройдена хорошо и... Без каких-то помарок. Более того, там даже прикольные есть отстрелы. Так, GH High из Литвы, да? GH High на стриме у нас бывает. Очень приятно. Здравствуйте. Вот, уже Circle какой-то, уже какое-то подобие. Здесь ВК-3, наверное, слик не очень изобелен. Как здесь ВК-3 прыгать, я тоже не знаю, но давайте все вместе узнаем. Так, неплохие ракеты. Отстрелился от рампы. Тоже отсюда. Интересно. То есть это роут именно. Очень интересно. Так, побыстрее к стене. Все верно. Ну, углы с ракет не очень хорошие. Это все фиксится тем, что ты играешь просто больше. В дефраге много, типа, механика. Много фиксится из базового. Фиксится тем, что ты просто играешь больше. В целом, демка, опять же, приятная, хорошая, чистенькая. Почти помарок нету. Почти. Но неплохо. Неплохо. Так, коз из USA. Boyfriendless. Использовал коз слик. Более бодренькое прохождение. Меньше остановок. Мне кажется, ракету одну можно было быстрее. Ой, 2Х. Красиво, красиво. Вот. Вот 2Х. То есть, можно было и 3. Я не уверен, что он прямо словил хорошо ее. Почти, почти. Хорошая, опять же, хорошая. Без помарочек особо. Чисто на финише. Ну, и как-то вот с ракетами. Не очень уверенно себя чувствует коз. Я считаю. Так, Рэйвен из South Georgia. Так, слик не использовал. Ну, слик в ВК-3, наверное, мало смысла прямо использовать. Так, здесь прямо очень много скорости. Очень хорошо. Хорошие грунт фреймы. Очень хорошие. Хорошая ранняя ракета. Еще ракета на 1000. Опять же, не очень хорошо, на мой взгляд, поймал. Потому что была скорость 1000. Чья, 1050. Так, очень много скорости на выходе здесь. И... Ну, кстати, вот финиш, да, на ВК-3. Это можно было даже в ЦПМ еще увидеть, что финиш в ВК-3. Ну, как бы, ну... Такое. Так. Комполомус, 26.0. Ничего себе. Комполомус играет ракеты. Кто бы мог подумать. Хорошие, хорошие. Так, типа 3х. Ну, ладно. Ну, в целом, оверейдж, так сказать, скорость в этой зоне сликовой... В сликовой кишке была очень маленькая. Пройдено хорошо. Но вот эта оверейдж скорость, она просто убила весь тайм, который комполомус хотел сделать. Это, конечно, да. То есть, нужно... Ну, я, наверное, всегда говорил и буду говорить. Любую надо... Типа... Что? Надо стараться лучше везде. Вот что. Если ты просто пролетел... Типа вот... Его ошибка в том, что он сделал рокет-джамп там в кишке. Он, типа, да, он срезал угол, но в итоге у него оверейдж скорость там снизилась в два раза. То есть, посмотреть, как рейвен там пролетел и как комполомус пролетел. Это небо и земля вообще. Так, ладно. 25,7. Флан. Не знаю, кто это. Никто не пишет. Пишите в комментариях, кто такой флан. Будет очень приятно. Не очень понятно. Так, ракет... Вот, словил. Хорошо, красиво. Прям ракет-спам получился. Не очень понятна была ракета в рампу, но в целом нормально. Ракеты спиной. Это всегда почетно. Под себяшечкой. Это тоже почетно. Чуть-чуть не долетел, но бывает. Потерял из-за того, что зацепил по-другому финиш. Наверное, соточки две. В целом, прохождение хорошее. Удивил. Немножко удивил. Это приятно. Так, 25,3. Хулиган. Силючаем. Так, неплохой стрейф. Опять же, дилей ракеты, потому что 2х, да? С другой стороны, как бы, ну, этот дилей, он не особо важный, я думаю. То есть, ракету можно и пуль дуть. Так, 1400. Ой, ну вот это нормально, кстати. То есть, пал на рампу, чтобы ракет-джамп можно было не делать. И с рампу уже набрал скорость. Нормально, нормально. Прохождение хорошее, ничего не могу сказать, никаких корректировок нет. Хулиган продолжает нас радовать. Так, хаппи-гришка. Хаппи-гришка зачастил тоже к нам на стрим. Когда стрим, хаппи-гришка? С другой стороны, ты спросишь, когда стрим вуди? Я скажу, что я не знаю. Так, 500х, поехали. Ой, ой, хорошо как. Вот если бы не врезался. Да, это было очень хорошо. Так, решил по низу. В целом, можно, да, там попробовать использовать слик. Хороший ракет-джамп. Если бы чуть-чуть ракет-джамп сделал похуже, то уже бы зафейлил. Хорошо, рисково, рисково. Ну, в целом, можно попробовать вот этот слик как раз. А что такое? Этот слик использовать на рампе, который на старте. Можно его попробовать использовать в Q3. Не знаю, москаль у нас в Q3 в последнее время ебошит. Посмотрим. Москаль, вот, я ему говорил, старайся лучше. Я ему, я приходил к нему, пиздил его сменкой. Видите, какой результат хороший. Так, Пашка из Петербурга, поехали. А кто такой Пашка? Пашка это рентрейф. Рентрейф-то ты? Так, типа полтора икс. Главное залететь. Все в порядке. Рокеты неплохие, но... О, от этой штучки. Тоже сроки джампа. В целом, неплохо. Над углами ракет надо поработать. Так, драконикс. 23.8. На этот раз в центре списка. Так, использовался слик. Интересный спейсинг здесь. То есть... О, и вот так вот со скальзыванием. Нормально, это хорошо. Это качественно. Тоже ракету наверх. Не словилась ракета, к сожалению. Ну, расположение ракет в кишке было не очень удачным. Потому что... В целом, последнюю ракету как-то пришлось криво выкинуть. И получилось не тысяча там, триста, а тысяча сто. Плюс не поймал ракету. Ну и все. А так старт. Спейсинг старта очень хороший. Мне очень понравилось. Вот такое соскальзывание. Возможно, это топовый старт. И как знать, как знать. Маскаль покажет. Ну, демка хорошая, конечно. Но ракеты не очень удачно расположил. Так, радио Коала. Слишком много граунд фреймов. Мне кажется, Авераги скорость немножко меньше с таким количеством граунд фреймов. Это не всегда выгодно. Вот, 1500. Вот примерно такие ракеты. Там, типа... Там не то, что немного неудачное у Драконикса было. Там он один ракет не выпустил. Потому что, видимо, думал, под КД не подойдет. Но с этим надо было что-то делать, конечно. Возможно, он забил. Возможно, нет. Мы этого не знаем. Но два фрейма, между прочим, быстрее. Но у Драконикса старт дичайший, конечно, хороший. 23-4. Экзистенс. Кто это? Томми и Сенат. Кто такой экзистенс? Сенат? Кто это? Почему Томми и Сенат? Для меня все еще один человек. Помогите. Так, ну... Ну, неплохой старт. Надо смотреть чек, конечно. 8,8. Ракету кину повыше. Ракету словил. Ракетка тут. Ракетка тут. Ракетка тут. 1300. Можно было, мне кажется, не торопиться с ракетой залететь на сликовую рампу. Если кто-то знал, что это слик. И попробовать оттуда отстрелиться. Типа, я не уверен, что там по высоте будет. Но это надо тестить, конечно. Возможно, я ошибаюсь, конечно же. Конечно же, я ошибаюсь. Так. Антон Петрович. Добрый вечер. 22,9. Я не знаю. Или утро у вас. Где вы живете? Далеко? Так. Слик не использовался. Будем делать вид. Точнее, будем думать, что кто не использует слик на старте, тот не знал, что там слик. Пишите, так сказать, в комментарии, почему вы не использовали слик. Знали ли вы, что там слик. Неплохие ракеты. Неплохие ракеты. А что там за геометрия? А что это за геометрия? Подождите-ка. Очень хорошая, Антон Петрович. А что это такое? Серьезно? А зачем? Я только сейчас увидел. Зачем это надо? То есть, я могу такой, типа, я тут такой сликаю. Бам! Высокий даблджамп. Падаю на второй слик. И набираю целых 700. Воу! Очень классно, очень классно. Спасибо, Нибит. Очень хорошая гель. Возможно, эта карта просто кусок другой карты. Мы об этом не знаем, поэтому что-то на ней происходит очень мистическое. Значит, Антон Петрович, кстати, занимает пятое место. Поздравляем Антона Петровича. Вы кутри пятое. Неплохо. Почти как на ДФВЦ. Все в порядке. Так, тофу. Опять соплюхи с утра. Может, это аллергия на ДФРАГ? Так, очень высокий рокет, но словил его. В принципе, да, находишь место, как бы, где ловится, и все в целом. 1400 здесь с Ким под себяшкой. И рокетджамп, нормально. Вот это нормально, кстати. Ну, непонятно. Все очень непонятно, как делать финиш. Потому что вот этот финиш, он выглядит нестабильным. Очень нестабильным. Финиш надо, с финишем надо что-то делать. Так, третье место. Четвертое место, кстати. Тофу поздравляем. И 22.0. Аурум, третье место. Поздравляем Аурума. Давайте все напишем Ауруму. Спасибо за SDC. Очень хороший был компетишн. Я даже скучаю. Мне так сильно понравился, что даже не хочется его портить своими обзорами. Понимаете? Очень интересно. Поверху. Суаа. Это пахнет призом за оригинальность, между прочим. Давайте еще раз посмотрим. Я постараюсь объяснить, почему это, скорее всего, не очень хороший роут. То есть идея классная, вообще. Мое почтение. Пока что, кстати, у Драконикса самый быстрый старт был. С одним граундфреймом. То есть вот он словил Вот он Типа, во-первых, тут все это не очень стабильно Потому что надо падать вот на эту вот штучку И делать с нее какой-то рокет-джамп А скорее всего, если ты хочешь быстро То тебе нужен хороший рокет-джамп То есть тебе надо четко выстрелить диагонально Чтобы тебе дало хоть что-то скорости Не столбцов, а хоть что-то там 200, хотя бы 300 Далее еще один рокет-джамп Под конец этой платформы Далее хороший рокет-джамп И с приседом, значит, с цейлбаком Стреляет назад Очень классно Почему плохо? Потому что Авераги скорость, она очень маленькая То есть когда ребята там летят Например В целом Не, подождите А может быть Может быть я прав, а может быть и нет Давайте поговорим об этом Потому что это очень интересный момент Значит, Авераги скорость сверху не очень Но При этом ты очень быстро проходишь вот эту секцию с финишем Но С другой стороны Как бы С другой стороны В ИК-3 я бы нашел, наверное Как-то Какие-то ракеты То есть здесь Если ты здесь Стреляешь ракетой по кишке То у тебя гораздо больше скорости Чем сверху При этом Если ты проходишь медленный финиш То вот этот роуд Тогда выигрывает сверху Но Если ты делаешь ракеты по кишке И делаешь Ракету Что падаешь сюда На вот эту булдыгу На которую упал Не помню кто Кто-то упал Из ВК-3 Можно сделать на ней Подсебяшку То есть Изначально Целиться в ту стену Вот С последней ракеты Не пытаться Типа Как-то Ну можно В общем Я вижу Отсюда Делаем подсебяшку Высокую И стреляем Вот здесь ракету И все Вот у нас Те же 1800 От этой стены Будет Которые Ауром выбил Здесь При этом У нас Вот здесь Больше скорости Ну не знаю Не знаю Возможно Не знаю Сейчас посмотрим Маскаля Кет Второе место Поздравляем Хопа Кет Счастья здоровья тебе Кет Пока Кстати у драконикса Самый Самый Хороший Старт Хорошая Ракета Че А Даже Вот так Сделал Ой Сейчас Алло Алло Начихал Прошу прощения Ребят С таким исполнением В целом Неплохо То есть Вот это Именно Другое Исполнение Финиша Дает нам Плюс секунду От Аурума Потому что У Арума Очень криво А если С одним Рокет Джампом Делать Как Кет Тогда Возможно Работает Ну Маскаля Скорее всего Судя по всему Такой же Роуд Поздравляем Маскаль Первое место В Кутри Строфи А че вы Старт Драконикса Не взяли Я не помню Драконикс Один Играет Что ли 8 и 3 Давай Посмотрим Хорошие Ракеты Ну да 1300 1500 И здесь Под себя 1700 А вы А вы нормально Прям Тестили Мне кажется Если нормально Рокеты Кинуть В кишке А то Быстрее Будет Надо с ребятами Просто варкапы Играть Очень классно Не давайте Давайте подождите 83 было У москаля Мне кажется У Драконикса Очень качественный Старт Со скальзыванием А 8 и 5 Видимо Из-за того Что приходится Полусеркал Там Типа Перед дыркой Делать Из-за этого Меньше Типа На 200 Так и чё Это как Побыстрее Пострейфить Просто И ты Нормально Будешь Долетать Под хороший Граунд Фрейм И всё Чё вы Алё Тиммейт Ёпта Так Ладно Нормально Возможно В ЦПМ Примерно Такой же Роуд Я не помню Сколько у меня В ЦПМ Наверное Как у Драконикса Примерно Где-то там Но у Драконикса Это в офлайне Как на Рокет наперёд Хороший был Ну В целом Качественно Я не знаю Как будто бы Просто Побаловался Но Выглядит Неплохо Старт Очень хороший Ну На крафт Так Использовал Слик То есть Люди знали Про Свикс Искальзывание Отстреливался Без Дабл Жампа А здесь Тоже Слик Вот видите Как Очень Интуитивно Карта Получилась Проходится Очень Интуитивно Ну Не очень Чистенько Надо Конечно Поработать Над Ракетами В целом То есть Ракеты Это очень Интересный И очень Хороший Инструмент Над которым Нужно Работать И нужно Чувствовать Себя Уверенно С ракетами Чтобы не было Вот такого Типа А куда здесь Стрелять А вот здесь Я не успеваю А вот здесь Там не получается Нужно Филигранненько Их расставлять И все будет Хорошо При этом Углы тоже Надо соблюдать То есть В целом Ракеты Владеть Ракетами Это очень Хорошо С трейфом Владеть Тоже Хорошо Но In my opinion Так сказать Ракетами Владеть Немножечко Лучше Неплохие Ракеты Немножко Сбился Мне кажется Кулдаун Ракет У коалы В кишке И получилось Что Как-то Последняя ракета Из кишки Она была Не Прямо Из кишки То есть Он одну Ракету Скипнул Где-то Получается Что у него Последняя ракета Была раньше Ну ладно Неплохо Неплохо Так Краксл Краксл А я Разговариваю Алло Алло Я разговариваю Чуть-чуть 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 Еще И не Залетел Два прыжка Лишних Точнее Один прыжок Лишний Сделал Из телепорта Скорость Не самая Высокая Скорость Не самая Высокая Я забыл Что я хотел сказать Потому что Мне звонили Ну ладно Ну Ладно 18 едет Рэйвен Краксл Он не смотрит Варкапы К сожалению Так бы я пересмотрел Наверное Потому что Я забыл Что я хотел сказать Но я помню Что все Все было Не очень хорошо Так У Рэйвена Очень интересное решение Не стрелять Ракету в рампу Хорошие ракеты 1700 Рокетджамп В противоположную стену Все в порядке 18 едет 32 из 39 Неплохо Коз Чуть-чуть Чуть-чуть Опередил 18 едет Неплохие ракеты А вот у меня 14,5 Видимо Драконикс А что Драконикс Вроде меня Перебивал Было в онлайне Ну нормально Нормальный Финиш Конечно Можно получше Найти Но в целом С пивом Пойдет Так Так Майки Сразу делает Серкл На ВК Ком Зирк ТВ Очень интересно Здравствуйте Сразу делает Серкл На Слик Это не очень Конечно Быстро Волс Слик Звучит Неплохо Выглядит Не очень Ну Надо Иногда Мне кажется Люди Типа Ну вообще Игроки Игорьки Которые играют Типа на среднем И ниже Уровне Мне кажется Они иногда Зацикливаются То есть Ты типа Ты находишь Какой-то для себя Роуд Что у тебя Вот так вот Получилось И ты такой О Вот это нормально И они не пытаются Дальше развивать То есть Добавлять где-то Ракету Менять расположение Ракет Мне кажется Вот такая проблема Есть Наверное Она есть Потому что У меня такая была Может не у всех Но все-таки В этом случае Нужно просто Нужно В дефраге Нужно всегда Бороться с собой И это правда Это факты Нужно всегда Стараться Говорить себе Что ты чмо И тебе надо Стараться лучше А что если Здесь вот так сделать А здесь вот так сделать Лениться Ни в коем случае Нельзя в дефраге Потому что Если ты ленишься То ты Становишься Просто игроком Который всегда Играет На уровне Типа ниже среднего И все Ну другое дело Если Мы говорим про людей Которые затрачивают Например да То есть они просто Играют 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 А результата нет Результата нет Потому что ты Не стараешься Ты не работаешь Над своими ошибками Ты не пытаешься Улучшить Свою технику И так далее А чтобы Пытаться улучшить Свою технику Нужно страдать Это Это факты Страдать нужно Вот Ну нужно Всегда бороться С собой Со своей ленью Со своим нежеланием Типа что ты видишь Что там можно Вот в Икутри Например видно Что там можно 2х скинуть Нужно вот Вот если ты никогда Не делал 2х А здесь вот надо И ты такой Не хочу Так не работает Если ты видишь Возможность Сделать что-то новое Для себя Нужно ее всегда Использовать И не важно Если ты из-за Вот этого 2х Например Ты прошел Хуже Кузгуха Например Да Ну типа Ты сделал это 2х Но остальное Прохождение плохое Это не важно Главное Для себя Что для себя Ты сделал это 2х И в следующий раз Ты будешь Намного увереннее Чувствовать себя С такими Триксами Ни в коем случае Не хотел обидеть Кузгуха Я образно говорю Тут кто угодно Мог бы быть Я имел ввиду Просто последнее место Так Ксиличэйн Да Майки мы пострелили Ксиличэйн Нет Паша мы пострелили Здравствуйте Хульган Здравствуйте А и кстати говоря Я не знаю Константин Владимирович Смотрит или нет Спасибо большое За поддержку Константин Владимирович Также спасибо За поддержку Кузлеху И Кузгуху Очень приятно Спасибо ребята Я даже видите Бодрячком Сегодня с утра Много разговариваю Очень интересные Ракеты Очень интересно Финиш меня порадовал Это очень интересный вариант Но При большой скорости Такое не получится К сожалению Но Другой позитивный момент Что В принципе Паша для себя Нашел роуд И это очень хорошо В принципе Если ты для себя Находишь под свою скорость Не пытаешься Типа Топ роуд сделать А под свою скорость Находишь Свой себе Роуд Это всегда Приятно Всегда хорошо смотреть Возможно Я ошибаюсь На твой счет Я не знаю Я Вообще Я не знаю На сколько часто Я ошибаюсь В своих предположениях В своих предположениях Не будем Об этом Пишите В комментариях Здравствуйте Хэппи Гришка Снова Использовал Два Слика 1400 Две Ракеты Чуть Чуть Надо было Чуть Чуть Рано Выстрелил В рампу Очень Интересный Слик Монко Стир Ой 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 В общем Это не очень Правильная техника Слика Не очень Хороший Старт Потому что Старт Желательно Находить себе Такой Чтобы ты Падал На рампу Внутри Там Это рампа Она просто Вот она Должна тебе Кричать Упади на меня А вот Ну и финиш Конечно Немножко Не получился Не получился В рампу Надо было Чуть Чуть Подождать Побольше Так Синтакс 17.6 Тоже использовал Как будто бы Два Слика Да Вот выстрел Абрампа Получился Старт В целом Хороший Нормальная Техника Слика Здесь На рампу И просто Рокиджам Да Все чистенько Все прекрасно Вообще Все Все Классненько А Кузлех Сыктывкар Ничего себе Кузлех Из одного Горда С кузгухом Ого Так 1100 Два Слика 1300 Поехали Кузлех Так Кстати Неплохая Ракета Ой Ой Что случилось Там Как будто Это Слушай Ну вообще Все неплохо Вообще Все неплохо А Кстати Ауру Мы не даем Та при За оригиналь Роуд Не очень Ну в плане Не очень Оригинальный Я хочу Я хочу Понятие Кузлех У тебя же Сенс вроде Высокий А что у тебя Вот здесь Вот случилось Кузлех Что вот здесь Вот произошло Что у тебя С мышкой Я не знаю В замедлении Это выглядит нормально Но когда быстро Смотришь Там как будто Мышку Занесло На повороте Так сказать Ну нормально Нормально Хорошая демка Хорошее прохождение Хорошие ракеты В целом В целом Кузлех Продолжает Радовать За Кузлехом Мы просто Давно Следим Если кто-то Вдруг начнет Завидовать Что я на Кузлех Упрощаю много Внимания Просто Во-первых Кузлех Конечно Поддерживает Но это Не основная Причина Во-вторых Кузлех Растет Кузлех Стабильно Шлет Почти Я не знаю На все Наверное Варкапы Стабильно Шлет Я не знаю Чем он занимается В жизни В плане Свободного Времени Но уделять Наверное Времени Столько Дефрагу Когда тебе 50 Не очень Правильно Тем не менее Кузлех Растет Кузлех Продолжает Развиваться С ракетами Я бы Наверное На этом этапе Кузлех Я бы тебе Посоветовал Сделать Сенс Поменьше И Возможно У тебя Будет Получаться Лучше То есть Чтобы Точнее Сделать его Ну да Поменьше То есть Если у тебя 3 Надо сделать Там 2.8 И Возможно У тебя Будет Больше Контроля Надо Просто Привыкнуть Надо Перебороть Себя Привыкнуть К более Низкому Сенсу И получить Взамен Чуточку Больше Контроля Что тебе Поможет В целом Вообще При Игре Ганжа Бой Киров Бывает Тоже С одного Серкла На Слик Сделал Я не знаю Там В принципе Широкий Старт Вроде бы Понятно Что можно Сделать Типа Приджам Что Было Быстрее Но Видимо Ребятки Не очень Привыкли К таким Мувам Так С этим Очень Хорош Залетел Еле Еле Точнее Как Очень Хорошо Еле Еле Залетел Ганжа Бой Бывает Так Пок Там Еще Волканоид Где Опа Америка Ага Я тебя понял Так Тоже Волканоид Ты шепотный Ну что случилось Тоже Почему-то Серкла Это Очень Интересно Так Порезал Себе Вообще Скорость Перед Падением Это Не Очень Правильно В рампу Выстрел Хорошо Пока Что В пол Кстати По-моему Из ТП В пол Пока Никто Не Стрелял В целом Да Вот Этот Роуд Наверное Самый Плюс Минус Очевидный Что Ты Падаешь Просто На Рампу И Кидаешь Ракету Так Некрапсай Не знаю Кто Это Вот Как бы Приджамп Но Как бы Можно Конечно Посильнее Приджамп Там Вроде Достаточно Широкий Старт Как бы Просто Чтобы Сделать Цельный Хороший Серкл И Второй Прыжок На Слик Такие Моменты Надо Смотреть Типа Такие Моменты Надо Всегда Чекать Где Старт Находится Сколько У тебя Места Это Всегда С этого Начинается Анализ Карты То есть Ты Разочек Прошел Карту Ты Понял Как Она Выглядит Что Она Себя Представляет Может Два Три Раза Прошел И Ты Начинаешь Искать Роуд Первое Что Ты Делаешь Ты Изучаешь Старт Что Там Где Триггер Какие Есть Варианты Могу Либо Сделать Приджамп Нужен Ли Мне Этот Приджамп И Вот Это Все Понятно Что Так Как я Сказал Что Мы С Дракониксом Полчаса Не Видели Этот Слик То Мы Старт Не Изучали Но Как Бы Ты Не То Что Мы Не То Что Не Изучали Старт Мы Не Изучали Текстуры На Карте Старт Старт Это По Умолчанию Ты Вообще Но Это На Подсознанном Уровне Происходит Так Мята Ладно 17 Три Телефон Это Так Два Слика Использовалось 1400 1600 200 На Рампе Хороший Выстрел В Верхнюю Рампу Ракеты Не Использовал Много Ракет Под Себяшка Не Очень Удалось Еще Врезался На Финише Ой В целом Прохождение Хорошее Все Хорошо Не Знаю Что Сказать Ничего Такого Ошибка Выделяющих Сегодня Нет Так Это Между прочим Мод Деда Теперь Он АВ Зиппер Ради Чего Очень Хорошие Ракеты Очень Качественно Здесь Будут Доп Ракеты Только На Вылете Ну Ладно Ну И Рокет Джамп В Рампун О Еще Лида Вообще Классно Ну Мог бы Очень Сильно Улучшить Свой Тайм Как Минимум Если Б Ты Стрелял Рокеты В Кишку Но Это Ми А Тук Сайд Просто Они Скорее Всего Иностранцы Скорее Они смотрят Кразиала Я думаю Кразиал Им сам Какие-то Комментарии Отдаст Поэтому Наверное Не знаю Ладно Займ Между прочим С Украины Здравствуйте Займ Здравствуйте Андрей Я правильно Помню Ваше имя Андрей Травеца Попомню Фотографию Не забыли Еще про нас А вроде бы Ваку-3 Займ Играл Хорошие Ракеты Под себя Ракета Не очень Удачная Была Из телепорта Но в целом В целом нормально Опять же Вот в этой кишке Накидать ракеты Сразу Тайм Очень сильно Улучшится Другой разговор Что там нужно Больше контроля Естественно Иметь В своих руках Чтобы эти ракеты Нормально кидать И не обкакаться Но А как С другой стороны Это про то Что я говорю Ты знаешь Что скорее всего Или Ты точно Знаешь Что надо Кидать там Ракеты Но ты не кидаешь Потому что у тебя Не получается У тебя там Руиниться Тайм Что-то еще Нужно Вот Про эту борьбу Я говорю Что нужно Просто Пытаться И не важно На тайм Вообще Забить Да Неплохо Неплохо Кабла Так GH High Из Литвы Но он говорит По-русски По-моему Здравствуйте Здравствуйте Так 1300 100 на слитке Хорошие отстрелы Пешком проходил После телепорта Не очень правильно Использовал Вот эту Булдыгу Кстати Чтобы на рампу Не так сильно Наверное Ну там Скорее Для спейсинга Очень хорошо Очень хорошо Так Undead RDDPI Кто это? Кто это? Я не помню Монкастир Монкастир Ну нормально В целом В целом пойдет Но опять же Рокеты в кишке Немножко другую технику Слика надо там Использовать Ну и вообще Научиться Если не умеешь И тут у нас Кстати Зафреймили Сергикус Что-то Что-то с никнеймом Стало Сергикус Зафреймил RDDPI PY Так Настраивается Сер Настраивается Настраивается На победку Смотрим Если он Глотнул кофе Я тоже Глотну кофе Очень интересно Очень интересно Я бы даже Спросил Почему это Один тайм Потому что Финиш у Сергикуса Очень хороший Прямо 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 Качество Так Кипиш Где драконы Кипиш Поставь дракона Кипиш Алло Я тебя Пятнадцатый обзор Прошу Поставь Обратно Дракона Две ракеты Только было По идее В кишке Это тоже Не очень Не очень правильно То есть По идее Как бы Две ракеты Ты кидаешь В кишке В случае Когда ты Начинаешь Включать карту Ты еще Точно не знаешь Какие скорости Тебе нужны Ты еще Точно не знаешь Какие Спейсинги У тебя Типа Ты еще Точно Ничего Не знаешь Ты просто Набиваешь руку Под карту Ты ее Как бы Заучиваешь Что там Впереди Какие Повороты И так далее А потом Нужно Добавлять Ракеты И вот Здравствуйте 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 16.0 С приджампом 1300 Видите у Антона тоже со сликом не все так красиво Качественно Техники Как бы Естественно Это Ой 1400 Поехали А Понизу надо Точно А зачем я Поверху прыгнул Понизу надо И поэтому У меня Спейсинг не складывался Я вспомнил Вот Понизу прыгаем И значит Попадаем сразу В дырочку На рампу Вот У Зила Начинается Хостовары Он жив Он живой Ребята Хостовары Хостовары Очень хорошо Очень хорошо Я еще не посмотрел Демку Да я уже Я уже Очень хорошо Кас 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 Кейборд Оуэнер Что случилось С хостоварами Это не хостовар На со мной Вот Как бы Вот этот вот Спейсинг Он сам Вот 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 так Вот Ну Единственное Что я бы Конечно Порекомендовал Все таки Ой Очень Очень хорошо Получилось Получается Подсебяшка Нужна Супер Маленькая Супер Вообще Без высоты Чтобы Сделать Такой Дублджамп Это Конечно Качественно Из-за Фреймил Хостовары Кстати Пус Вот этот Старт Скорее всего Старт Победителей Как бы Нужно выбить Достаточно Скорости Прыгнуть Там наверх Чтобы здесь На крае Прыгнуть Чтобы здесь Повернуть Прямо На рампу Здесь Две Ракеты Абсолютно Не нужны На самом деле Потому что Ты просто Удлиняешь Себе Траекторию Да Хотел Наверно К стене Еще Отстрелиться Но там Да Слишком Много Скорости И слишком Мало Спейсинга Так Драконикс 14 656 Давайте Посмотрим Если это С онлайна Нет Это Не С онлайн Нет 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 Не С онлайн Так Тоже Интересный Старт Другой Какой-то То есть Из-за Этого Прыжка Чуть Чуть Шире Становится Спейсинг Две Ракеты В кишке Очень Интересный Ладно Давайте Дальше Пятое место Драконикс Поздравляем Маскаль Четвертое Поздравляем 1400 Вообще Разные Спейсинги У всех Вот Вот Типа Того Верху Здесь Опять же Какой-то Прыжок Просто Без Всего И 1200 Да Вы Прикалываетесь Что Ли Че Че Стрелять Ракеты Нормально Так Рейн Третье место Поздравляем 14 408 С Серклом Просто Вот Драконикса Спейсинг Поворот Интересная Подсебяшка В рампу Много Ракет 2300 Ну Не знаю Рокеты В конце Бы Конечно Стараться По прямой Как-то Пострелять Так Прки Поп Тоже 14 408 Естественно Ребят Свой Роуд Так Сойти Роуд На двоих Голландский Роуд Неплохие Ракеты Подсебяшка А вот там Дебил Как раз Играл Нормально Нормально Ну и Анг Разница Давайте Посмотрим Разница В 700 То есть Один прыжок А вообще Смотрите Какой Приджамп Интересно То есть Он выше Падает У него Здесь Чуть Чуть Больше Скорости А А Ну да Ну логично Давайте Посмотрим Еще раз То есть Как бы Да Ну то Что Приджамп Это Конечно Огорчает Потому Что Это Изменение Спейсинга Она скорее всего там соточку дает Это уже Она уже наращивается здесь То что здесь Мало ракет Это конечно Не очень Но вот это Подсебяшка В принципе Да Логично Ты делаешь Подсебяшку Ты делаешь Вот эту ракету И на рампу Падаешь Но оно Не очень очевидно Конечно Оно логично Но оно Не очень очевидно Если карту играть Нормально Побольше Все будет в порядке Ну Что я могу сказать В принципе Москаль Поздравляем Первое место Анха Поздравляем Первое место Результаты Неплохие Давайте Посмотрим Бровзер Значит 32 демки ЦП Иммортал Прислал Вне Компетишена 17 демок В ИКУ-3 Очень приятно Очень красиво Москаль Получил Плюс 80 К возрасту Все в порядке Анх получил Просто 84 Драконикс Получил Плюс 5 Здесь еще 40 Плюс 120 К возрасту Москаля Очень старый Очень Очень старый Так И сейчас У нас идет Значит Порнстар Блесс А кстати Космонавт Насколько я Правильно Понял Использовал Макрос На мышке Со спамом Атаки И прыжка Да Или что-то Типа того То есть Макрос на мышке Вот это суть А Вообще Давайте посмотрим Правила Программные Читы Исходный Код Это Нас не Интересует Дальше Смотрим Изменять память Используемую В Дефраг Время игры С помощью Внешнего Приложения Это мы не Используем Разрешенные Клиенты Это все В порядке Скриптовые Читы Запрещено Выполнять С помощью Программных Или аппаратных Средств Что включает В себя Макрос Последовательность Команд Которая Повлияет На поведение Игрока При помощи Заранее Определенного Времени И порядка Исполнения Команд То есть Это фактически Описан Макрос Макросы Использовать Нельзя Ребят Я не знаю Может быть Кто-то Не так Ну Я ни в коем Случае Сейчас Не пытаюсь Типа Загнобить Космонавта Но я Всем еще раз Напоминаю Потому что Давно Не было Никаких Инцидентов Я на всякий Случай Всем повторю Что Правила Вообще Написаны Не просто Так И правила Нужно знать Чтобы Предостеречь Себя Никто Не говорит Что Макрос Это Читы Ну В дефраге Это Читы По большому счету И в дефраге Когда тебе надо Каждую Миллисекунду Прожимать Собственно Ручно Все кнопочки То Это является Не очень приятным Таким Точнее Ну Это Типа Облегчающий Такой Типа Фактор Вот эти Макросы Ваши В общем-то Макросы Использовать нельзя На мышках На всяких Где там Не знаю Теперь макросы На клавиатурах На наушниках На колонках Никакие макросы Нельзя использовать Просто еще раз Напоминаю В принципе Космонавт Я не думаю Что он хотел Прямо Улучшить Свой тайм И специально Там макрос Поставил Я не считаю Что Еще раз Повторюсь Я не обвиняю Космонавта Возможно Возможно Вы прочитали Таким Ага Ну так Ну я типа Ботов Там не использую Никих Ага Все Дальше Поехали Почитаем Что там Что там Бла-бла-бла Возможно Носов там Добавит Не знаю Например Да Я бы Наверное Да Порекомендовал Носов Я ему передам Что Можно написать 2-1 Запрещено Такое-то Например Использование Вот этого То есть Перечислить Какие-то Конкретные Примеры Например Запрещено Использовать Любые Средства Для синхронизации Действий Игрока Ла-ла-ла Игрок должен Синхронизировать Свои действия Смс Ну вот Ну это тоже Считай про макросы Как бы Например Использование Макросов Да Опять же Там Или использование Биндов Там На Выстрел Прыжок То есть Это тоже Запрещено Типа РДжи Скрипт Ну ладно В общем Всем спасибо Следующая карта У нас Портстар Блесс Очень Очень Классная Очень интересная Карта Особенно В ИКУ-3 Я думаю Все словили Двойную Пенетрацию В ИКУ-3 Но в целом Вроде как У нас Ребятки В ИКУ-3 Играют Даже Ивух Возможно Пришлет Демочку Будет Очень Интересно Посмотреть Ну и все Всем спасибо Всем удачи Еще раз Спасибо за поддержку И подписывайтесь В телеграм Все Анонсы Все Новости Там В телеграме Ссылка В описании Всем спасибо Всем пока